Северная Македония. Эта страна является неизведанной жемчужиной юга Европы. Здесь находится Охридское озеро, входящее в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, так как оно одно из самых древних и самых глубоких в Европе. Мы ждали этого дня очень долго, много лет. Жители Охрида хотят иметь чистое озеро, и все наши экологические организации выступают за то, чтобы заменить подвесные моторы всех лодок на Охридском озере на электродвигатели. Сегодня был замечательный день, потому что у нас было две экскурсии с большим количеством пассажиров. Демонстрационные заплывы проходили под руководством директора компании «Ресурс» Андрея Лобова. Он продемонстрировал два улучшенных судна. Пластиковую легкую лодку, которая выходит на глиссер с нашим двигателем, и подготовили традиционную Охридскую лодку, которая мне показалась наиболее совершенна по своим ходовым качествам. Мастера веками отрабатывали эту лодку, с виду она очень-очень простая, но на воде она прекрасна. Все ожидания были более чем оправданы, и зрители остались довольны. Сегодня исторический день, особенно для Македонии и для Охридского озера, потому что впервые 8 человек катались по озеру на одной лодке с электродвигателем мощностью 4 кВт. Откровенно говоря, они были в восторге от технических характеристик лодки. Думаю, они даже не ожидали, что она не сможет передвигаться такое количество людей при такой небольшой мощности. Двигатель в компактном корпусе вырабатывает большую мощность относительно конкурентов благодаря технологии, совмещенных обмоток славянка. Вначале, когда мы обсуждали эту технологию, в теоретическом плане некоторые люди были настроены скептически, но теперь они убедились, что это действительно возможно, и то, о чем мы говорили в теории, было продемонстрировано на практике. Вчера вечером также была проведена презентация по этому направлению. Была представлена информация о том, как долго прослужит двигатель, сколько кВт он выдает и как долго прослужит аккумулятор. Примерно 5 лет для этого двигателя. Мы вчера встречались с экологами, и они говорят, что таких логов на озере почти две тысячи. Они все используют двухтактный мотор. Это масло и бензин. Это очень много выбросов в воду. Это озеро надо сохранить. Экологи подключатся, им не надо много делать для этого. Здесь нужно просто убрать сейчас те бензиновые двигатели, которые загрязняют эту жемчужину. Наконец-то оправдались ожидания, которые мы питали в течение последних нескольких лет. Я верю, что в ближайшие годы это будет проект номер один по защите Охридского озера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова